По данным Всемирной организации здравоохранения, примерно треть жителей индустриально развитых стран раз в год болеет из-за употребления зараженных молочных или мясных продуктов. Ежегодно по этой причине погибают более двух миллионов детей. Только за последние три года в мире было зафиксировано как минимум пять вспышек заболеваний, вызванных употреблением в пищу мясо больных животных. Последними примерами стали эпидемия атипичной пневмонии, птичий грипп, случаи коровьего бешенства. В Московской области подобные очаги заражения отсутствуют, однако крупный рогатый скот Подмосковья страдает от других болезней, таких как вирус лейкоза или так называемая сибирка. Для человека смертельной опасности они не несут, однако вред здоровью после употребления зараженного мяса или молока могут нанести непоправимый. Власти Одинцовского района уделяют особое внимание контролю по выпуску безопасной продукции. Вместе с Андреем Ивановым работу ветеринарных клиник и качество продукции, предлагаемой на рынках в магазинах, оценил министр инвестиций и инноваций Московской области Денис Буцаев. Первый пункт проверки – главный государственный ветеринарный центр города Одинцова. Хорошим впечатлением я бы отнес посещение ветеринарной клиники в самом городе Одинцова. Я считаю, что это пример того, как они должны выглядеть у нас по всей области. Она недавно отремонтирована, но при этом видно, насколько качественно подошли к системе планирования, проектирования. Там предусмотрены все виды помощи, которые оказываются ветеринарными клиниками. Достаточно профессиональный, но при этом компактный персонал, нет руководящего состава отдельного. То есть тот, кто возглавляет ветеринарную клинику, также принимает участие в приеме посетителей и в лечебных процессах. Чтобы проверить качество продукции, предоставляемой непосредственно в магазинах, делегация посетила Крымское подворье, Одинцовский базарчик, магазины «Подмосковный фермер» и «Русагра». Владельцы этих торговых точек рассказали о том, кто поставляет им мясную и молочную продукцию и как осуществляется ее проверка. Крымское подворье экзамен выдержало достойно. Благодаря надежным поставщикам и собственной лаборатории некачественное мясо на прилавки не попадает. Что не скажешь о магазине «Русагра», где обнаружилось грубое нарушение. Ветеринарное свидетельство на мясную продукцию там было просрочено. Хозяину придется за это ответить. В остальных магазинах серьезных нарушений выявлено не было. После рейда состоялось заседание Общественного совета ветеринаров Московской области. На нем была обсуждена тема выполнения мероприятий по здравлению крупного рогатого скота от вируса лейкоза. Следующую выездную инспекцию планируется провести на животноводческие сельхозпредприятия и ознакомиться там с соблюдением ветеринарных норм. Дарья Киреева, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.